Ее Величество встречалось с Путиным несколько раз с тех пор, как он впервые стал президентом России в 1999 году. Однако, возможно, самым насыщенным событиями был государственный визит Путина в Великобританию в 2003 году, когда российский президент заставил Букингемский дворец нервничать, заставив королеву ждать в течение 14 минут. На самом деле первые тревожные сигналы подала собака, которая негативно отреагировала на российского лидера. Это якобы заставило королеву нарушить протокол, после чего она грубо обрушилась на Путина. Дэвид Бланкетт, который в то время был министром внутренних дел, рассказал Би-Би-Си, что его собака отреагировала на Путина защитной реакцией. Он сказал, единственный раз я встречал Владимира Путина в 2003 году во время официального визита, и моя тогдашняя собака очень громко лаяла. Я извинился перед королевой, которая, очевидно, принимала гостей. Не думаю, что я что-то выдал, сказав, извините, Ваше Величество, что собака лаяла. Она ответила, у собак интересные инстинкты, не так ли? Согласно The Mirror, это замечание нарушило протокол, поскольку королева должна быть строго нейтральной в отношении политических вопросов. В 2014 году возникли новые разногласия, когда королева сидела в стороне от Путина на церемонии памяти Дня Дэ в Нормандии. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как принт Чарльз якобы сравнил правление Путина с нацистским режимом. Королеве помогли спуститься по ступенькам тогдашний президент США Барак Обама и генерал-губернатор Новой Зеландии Джерри Матипарае. Однако Путин, который находился рядом, не предложил помочь престарелому монарху. 40-летняя Меган Маркл, Меган Моркл, готовит фееричное возвращение в свет после рождения дочери. Жена принца Гарри создаст ударные волны в 2022 году. Амбиции и способности герцогини Сасекской уже ни у кого не вызывают сомнений. Даже после сложения королевских полномочий и переезда в США, она продолжает оставаться одним из главных мировых инфлюенсеров. Сейчас Меган немного отодвинула дела на второй план, поскольку больше времени уделяет маленьким детям. Ее первенцу Арчи два с половиной года. В июне появилась на свет дочь Лилибет. Однако в 2022 году бывшая американская актриса выйдет из зоны комфорта, созданной в их роскошном особняке в закрытом анклаве Монте-Сито в Лос-Анджелесе. Об этом предупредила личный астролог принцессы Дианы и ее близкая наперстница Деби Фрэнк. Она высказала мнение, как будет выглядеть следующий год для опальной пары британской монархии. Меган подводит итоги в январе, когда затянувшаяся битва достигает переломного момента. В течение марта она ищет другие предприятия, которые добавят новое измерение ее роли в жизни. Она будет вновь способна вытаскивать сюрпризы из шляпы, которые создадут несколько ударных волн по королевской семье, отметила Деби. 95-летняя Елизавета II надеется в следующем году отпраздновать платиновый юбилей на престоле. Мероприятия по случаю 70-летия королевы на троне должны состояться в июне. Букингемский дворец обнародует планы в самый последний момент. Известно, что британцам будут предоставлены четырехдневные выходные с банковскими каникулами, чтобы они могли отпраздновать это грандиозное событие, сообщает The Sun. Ее величество является рекордсменом и старейшим правителем в мире. Принц Гарри заявил, что хочет быть включенным в программу мероприятий. Он выразил готовность вернуться в Лондон, чтобы разделить исторический момент со своей венциносной бабушкой. Меган Маркл скорее всего захочет присоединиться к мужу. Супруги уже известили дворец, что планируют вернуться в Великобританию по семейным обстоятельствам. Однако монархию в связи с этим могут ждать новые испытания. В период платинового юбилея королевы потребность Меган найти свой голос и сказать правду, может зазвенеть в ушах у других членов королевской семьи. Но осенью Меган несколько успокоится, резюмировала астролог. Видимо Меган Маркл открыла своему мужу секрет, как сделать так, чтобы окружающие прыгали перед тобой на цыпочках. Секрет прост, нужно постоянно закатывать громкие истерики. Не факт, что это вообще поможет, однако внимание на себя обратишь. Так Гарри последовал ее примеру и вуаля. Попал в СМИ. Правда проблему это не решило, но теперь помимо титула принца он получил титул истеричка. В общем, по словам королевского эксперта Нила Шона, Гарри был крайне возмущен и раздосадован тем, что его и Меган не позвали на Коуп-26. Правда, с каких делов, да-да, я так и говорю с каких делов, и да я знаю как правильно, пару вообще нужно было звать на такое серьезное мероприятие непонятно, ну да ладно. Но Сасекские по всей видимости никак не могли свыкнуться с поражением и предложили организаторам записать очередное видео. Где ораторы-мотиваторы поддержат саму идею собрания, скажут приветственную речь и расскажут о погоде в Калифорнии. Нил Шон заявил следующее. Как вы знаете, они не были приглашены, потому что там, в Глазго, были высокопоставленные члены королевской семьи Великобритании. Это не помешало им, Сасекским, решить, что они могут внести свой вклад. Эксперт также отметил, что ни с Чарльзом, ни с Уильямом данный вопрос не обсуждался. Соответственно, организаторы сего мероприятия не планировали использовать видео Сасекских. Кроме того, после заявления о том, что Королева сможет присоединиться к присутствующим только виртуально, идею гавриков и вовсе задвинули на задворки. Иначе тут бы пришлось выбирать, Сасекский или Королева. Как вы поняли, выбор пал вовсе не на американских беженцев. Также Нил отметил, что по словам источника, приближенного к Матрёне и ее мужу, Гарри был крайне возмущен тем фактом, что Уильям присутствовал на встрече лично, а Гарри не позвали даже по Зуму. По данным нашего источника, принца Гарри сильно возмутил отказ участвовать в конференции даже виртуально. «Мы знаем, что он хотел как лучше, однако при всем уважении мы должны соблюдать законы монархии», — заключил Шон. «Правда, я так и не поняла, кто такие эти мы, но это, пожалуй, не столь важно. Интересно, а это Гарри был возмущен или все же его известная супруга? Точнее, не так. Кто из них больше был возмущен сложившейся ситуацией?» Во вот теперь правильно. Лично я считаю, что Сасекские тамбы вообще не в тему были. Кто они? Говорящие головы. Так таких тысячи в каждой стране. Только еще известнее и богаче. Они сделали какое-то революционное открытие в сфере климата и экологии. Нет, увы. Так зачем их куда-то приглашать? Кто они? Экс-члены королевской семьи не более. Так что все их истерики в данном случае пустое сотрясание воздуха. Эхо остались бы в составе семьи, глядишь бы вместе присутствовали на собрании. И Меган могла бы налаживать связи с главами других стран. А вы как думаете, у кого истерика и психи были больше? У Гаврика или все-таки его Матрены? Ранее я уже писала о том, что выход в свет и Сасекских, и Кембриджских сопровождался тщательным наблюдением. И эксперты, и психологи, и писатели, и простой народ следил за каждым шагом пары. И если, как обычно, Сасекских критиковали, то Кембриджскими наоборот все восхищались. Особенно Кейт. Ее и с пауком сравнили, и со змеей, и со скорпионом. В общем, по актрисе прошлись вдоль и поперек. Ну и понятное дело, спокойно мимо этого несправедливого отношения не мог пройти Амид Скоби. В последнее время он практически ничего не говорит о Меган и Гарри. Лишь изредка в своем твиттере или инстаграме может ответить на какой-то безобидный вопрос на их счет. В этот раз Скоби Душа вышел в прямой эфир в своем инстаграме и высказался относительно оскорблений в сторону Меган. Вообще эфир был посвящен другой теме, но как тут обойти такое, правильно? Сразу скажу, что дословно я не помню всего. Напишу то, что успела запомнить и записать. Я не понимаю, почему фанаты герцогини Кембриджска имеют полное право оскорблять Меган, сравнивая ее с пауками, змеями и скорпионами. Кто им позволил так говорить? Маркл никому ничего плохого не сделала. Она всего лишь выступила вместе с другими приглашенными гостями на сцене в Нью-Йорке, куда, к слову, все уважаемую Кейт Миддлтон даже не пригласили, заявил Скоби. Дальше был большой монолог о том, какая Меган классная. И бедным она помогает, и женщинам с детьми, попавшим в сложные жизненные обстоятельства памперсы отправляет, и чернокожих защищает, и со своими детьми сама сидит, а у Кейт детьми няни занимаются. Если так говорить, то Кейт тоже из себя мало что представляет. О ней стало известно широкой публике после того, как на нее принц Уильям внимание обратил. И на красной дорожке ее образ был скопирован с образа принцессы Дианы на премьере этого же фильма. Только тогда экс-супруга принца Чарльза была в серебряном платье. Так почему одной восхищаются, а вторую ненавидят? Завершил свою пылкую речь Скубидушечка. И тут в комментариях к прямому эфиру началась самая настоящая вакханалия. Поклонники Кейт и в целом герцогов кембриджских начали писать сообщения в оправдание своих кумиров. Причем с каждой минутой эти самые комментарии становились все более и более жестокими. Чего только Скоби не пожелали. На секунду мне даже стало его жаль, правда. Даже по его внешности прошлись. Как думаете, правильно ли сделали фанаты, что так жестко напали на Скоби?